В мире отмечают праздник слова «Спасибо». В мире отмечают праздник слова «Спасибо» 2 часа 14 минут знак авторского права фото, Роскосмос, Сергей Волков, вид Земли с Международной космической станции. Знак авторского права фото, Роскосмос, Сергей Волков, Москва, 11 января РИА Новости. Мир отмечает праздник слова «Спасибо» 11 января, опрошенные РИА Новости эксперты считают, что этот праздник еще не обрел популярности, при этом отметив, что слова благодарности уместны всегда, а не только в этот день. Всемирный день «Спасибо» учрежден решением ООН и ЮНЕСКО. Возникновение этого слова приписывается к XVI веку из словосочетания «Спаси Бог», оно несет в себе идею благодарности. 20 сентября 2018 года, 19 часов 27 минут эксперт призвал вдвое сократить количество праздничных дней «Спасибо» имеет значение не только явной благодарности, но может использоваться и в форме идиом, рассказала РИА Новости профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института имени Пушкина Наталья Боженкова. Есть предположение, что надо использовать слово «Спасибо», когда вы благодарите за какой-то формальный поступок, отсюда у нас очень много идиом и парими, работать за «Спасибо», «Спасибо» в карман не положишь, «Спасибо» на хлеб не намажешь. Если в словарях посмотреть, там действительно есть значение не только явной благодарности, но и такое, с нулевой семантикой, слово, когда в принципе и в форме обращения может использоваться, и в форме чего-то еще, сказала филолог. Она подчеркнула, что благодарность можно выражать как угодно, даже улыбкой. По ее мнению, в этом и заключается смысл праздника. Мне кажется, смысл праздника в этом, не в значении слова и не в происхождении, а в том, чтобы мы не забывали, что один человек не может существовать, и если кто-то ему помогает, то, конечно, в той или иной форме нужно выразить ему благодарность. Думаю, что так и надо его праздновать. Во-первых, нужно его праздновать каждый день, а во-вторых, это действительно очень важно, особенно в семье. Каждый праздник обретает свою семиотику и обрастает этой семиотикой, заключила эксперт. 9 января в 8 часов 16 минут Роструд напомнил о длинных выходных в марте в свою очередь. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева отметила, что «спасибо» уместно говорить всегда, когда нужно поблагодарить человека. Мы, конечно же, все знаем и помним о том, что говорим «спасибо» за оказанную услугу, за то, что нам что-то дали. Но, к сожалению, мы не всегда помним, что «спасибо» нужно говорить еще и за то, что поинтересовались, как у нас дело, как наши близкие, как здоровье. Когда нам что-то дают, но мы отказываемся, все равно нужно говорить «спасибо». Опять же нужно говорить «спасибо» за приглашение, даже если мы его не принимаем, сказала Николаева. Она также подчеркнула, что на «спасибо» чаще всего отвечают не за что, и это по нормам этикета считается неправильным и даже некрасивым. Если так уж не хочется делать акцент на той пусть минимальной услуге, которую мы оказали, все равно нужно хотя бы сказать и вам «спасибо», если это уместно, резюмировала Николаева. Продолжение следует...